Безопасность против живой истории. В Лыскове лиственная аллея, посаженная детьми и ветеранами в честь павших воинов, пала жертвой энергетической безопасности. Аллею лиственниц, учителя и ученики Лысковской школы, а также сами ветераны и вдовы погибших сажали своими руками больше 30 лет назад. Каждое дерево символизировало солдата, погибшего в Великую Отечественную войну. И вот настал день, когда пали и сами деревья. Как говорят жители, их варварски срубили местные энергетики. Это сосны нашего парка Победы, которые были посажены в 1985 году с учениками и односельчанами. Присутствовали еще тогда живые ветераны войны, а также вдовы погибших. Около каждой сосны был камень с фамилией мимодчеством погибшего. И вот теперь мы видим вот этот варварский поступок. То есть целый ряд этих сосен, которым уже 32 года, они полностью спильны и уничтожены. Сейчас получается, что люди погибли второй раз. Энергосети высказки решили навести порядок вдоль своих трасс. И согласно их нормативам, там 10 метров влево, 10 метров вправо от провода их охранной зоны. Приехали с утра в 6 часов, пока люди никто не видели. И как, ну, не по людски, тайно свалили. И так вдоль всей трассы. Заявка была подана сельской администрацией Бериндеевской на спил тополей, которые во время шторма могут представлять опасность. А по факту спилились деревья крепкие и молодые на территории школы. Сосны, лиственницы, которые опасности не представляют и нормы не нарушают. Вот, например, стоит столб, рядом с ним тополь в наклонном состоянии, который, очевидно, во время какого-то урагана может упасть, да, он стоит в прекрасном состоянии, жив и здоров. А те деревья, которые не мешали, совершенно мы видим спильно. А вот здесь, посмотрите, обратите внимание, эти же самые тополя, которые могут представлять угрозу. То есть практически ветви находятся на энергосетях, то есть вот на проводах. То есть если ураган будет, они упадут. Лиственницы, это более крепкое дерево, по сравнению с тополем она не упадет. А тополя все оставили. Настолько вот обидно за всех, за нас, это слов нет. Очень жалко. У меня глаза на мокром месте. Вот на мокром месте. Я как начинаю говорить, ну, постоянно вот слезы. А директор вообще... Он вчера говорит, я вообще буду рассчитываться с работы. Из-за того, что территорию испортили. Это его жизнь. 42 года работаю здесь. Старался детям прививать любовь к родному краю. Ну, сейчас многие говорят, что родина там, где хорошо. А я своим всегда говорил, надо делать хорошо, где мы живем, на родине. Словами-то это как передать. Если вся жизнь тут моя. И увидеть такое. Начальник местной энергоснабжающей организации занят. Занят отдыхом. Как он сам сообщил, он в отпуске, поэтому объяснять ничего не намерен. Я никаких комментариев давать не буду, потому что я в отпуске. И, пожалуйста, обращайтесь. У нас есть Нишновэнерго, официальный отдел. Ну, вы же сейчас на рабочем месте находитесь. Я в отпуске. Но, тем не менее, находитесь на рабочем месте. Я был в отпуске, и пилили без меня. Меня поставили вот в курсе. Я вообще не высказал был. Я приехал разбираться. А кто тогда распоряжение давал, чтобы там спиливали деревья? Разберемся. Скажите, а у вас кто-нибудь из родственников воевал? Воевал или нет? Вы тратите время. Я не буду отвечать на ваши вопросы. Кстати, жители сообщили, что у них просто опустились руки. И больше никаких аллей они высаживать не будут. Просто потому, что боятся, что деревья снова могут спилить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова